В Чебоксарах в рамках недели военного кино показывают классику советского кинематографа. Наша съемочная группа посмотрела историю, основанную на реальных событиях. Фильм «Сын полка». В кинотеатр пришли ученики младших и старших классов чебоксарских школ. Желающих посмотреть историю про 12-летнего мальчика Ваню Солнцева на большом экране оказалось так много, что пришлось поставить дополнительные места. «Сын полка» о фильме «Войне», солдатском подвиге и о мальчике Ване Солнцеве, который защищал родину вместе со взрослыми. Кинолента создавалась в разные годы и на разных киностудиях. Чебоксарцам показали фильм режиссера Василия Пронина 1946 года. Тем, кому сейчас за 30, наверное, без труда вспомнят, как в детские годы на школьных уроках литературы читали повесть Валентина Катаева «Сын полка». Когда-то в детстве я читала книжку. Сейчас с удовольствием я смотрела фильм детям подрастающего поколения, которые должны знать, как мы победили, как воевали. Мы помним это и будем помнить наших всех, кто погиб, кто за нас погиб. Чтоб мы вот жили, чтоб ваше молодое поколение, еще меньшее поколение, чтоб они не видели ни слез, ни войны. Пусть будет вот такое небо, как сегодня, голубое, тихое, мирное и ясное. Ваня стал героем для многих поколений, выросших после войны. С него брали пример, его фразы повторяли. Современные же школьники с произведением Катаева незнакомы, и школьной программой его убрали. И только на подобных киносеансах они узнают о сыне полка, пастушке, молодом бойце, участвовавшем в боях против фашистов. Я не смотрела ни кино, ни книжку не читала, но я после просмотра этого фильма точно посмотрю и прочитаю книгу. Фильм о войне – это интересно, а война – это плохо. Этот мальчик, он такой веселый, жизнерадостный, но он был такой еще упорный, как будто ему прямо рвалось идти в бой, отомстить за всех и выгнать этих немцев из нашей родины. Именно этот мальчик мне очень понравился. В современных фильмах ничего такого толкового нет, лучше советские смотреть, они и познавательные. Неделя военного кино в Сейспеле продолжается. 5 мая можно будет посмотреть киноленту «Любаша». 6 мая – «Девочка ищет отца». А накануне – Дня Победы, 8 мая. Фильм Станислава Ростоцкого «О зоре здесь тихие». Галина Титарчук, Олег Якимов, Республика.